Есть рассказ о человеке, который очень много грешил. Он пришел к мудрому, праведному человеку Ибрахиму Ибн Адхаму, который был из числа первых мусульман, и сказал ему, дай мне совет, потому что я всегда грешу. Тогда Ибрахим Ибн Адхам попытался пристыдить его за его прегрешение перед Аллахом Субханаху Та'ля. Он сказал, если ты хочешь грешить перед Аллахом Субханаху Та'ля, тогда вперед, иди и делай, просто не кушай и не пей, не ешь еду Аллаха Субханаху Та'ля, и не пей с того, чем он наделяет тебя для питья, не пользуйся его провизией. На что этот человек ответил, как я могу сделать это, когда вся пища, которая есть у меня, дана Аллахом? Он ответил, тогда имеет ли смысл грешить перед Аллахом в то время, как ты ешь его пищу? Этот человек сказал, ты прав. Дай мне еще один совет. Ибрахим Ибн Адхам сказал, «Если тебе сильно захочется совершить грех перед Аллахом, в то время, как ты ешь и пьешь то, чем он тебя наделил, тогда хотя бы не совершай грех перед ним, на его земле». Этот человек сказал, «Это сложнее, чем то, что ты сказал до этого, ведь вся земля принадлежит Аллаху». Ибрахим Ибн Адхам сказал, «Разве это правильно, что ты грешишь в то время, когда питаешься из его пищи, и грешишь на его земле?» Тогда человек попросил дать ему третий совет. Ибрахим Ибн Адхам сказал, «Мой третий совет, если ты собираешься сделать все это, тогда, по крайней мере, греши там, где он не будет видеть тебя». На что тот человек сказал, «Это еще сложнее». Ибрахим Ибн Адхам сказал, «Есть ли смысл грешить на земле, которая принадлежит Аллаху, в то время, как ты питаешься из того, чем он наделил тебя, и ты делаешь это прямо перед ним?» Этот человек попросил дать ему четвертый совет. Ибрахим Ибн Адхам сказал, «Если после всего этого тебе все равно захочется совершить грехи, тогда продолжай грешить, но когда ангел смерти придет забрать тебя, попроси его подождать тебя, пока ты совершишь двороката намаза, и раскаешься перед Аллахом Субханаху Аталию». На что он ответил, «Ангел не позволит мне это сделать». Ибрахим Ибн Адхам сказал, «В таком случае, когда им будет приказано бросить тебя в огонь ада, откажись идти с ними», этот человек сказал на это, «Они не позволят мне сделать это». Тогда после этого тот человек сказал, «Достаточно, достаточно». Он принял его совет, он понял его увещевание. И после этого дня этот человек больше не грешил перед Аллахом Субханаху Аталию.